Мастацкие выставы, верши белорусского классика, суместно с китайской каллиграфией и шесть танцев на музыку Моцарта. Какие культурные падения ждут в столице наиближайший уикенд, доведуемся в нашей рубрике «Проминад». Отпочитят великих новогодних колядных свят, да помогут новые выставы у Национальным Мастацким музея Беларуси. Знаток жануши психологии, белорусский скульптор Андрея Снашоу, запрашая на «Дзявочий дозор». Сучасное прочитание классичной скульптуры из бронзы, масштабные фигуры чудовных и крохких девчат-вояуниц, коляровая графика и незвычайный авторский подход до разумения жанучей сутности в сучасном Асяродзе. Уже людей не интересует борьба за справедливость или за какую-то великую идею. Люди ушли в семью, то есть в какое-то состояние внутреннего покоя. И этот внутренний покой ищется не на площадях, а именно в домашних, скажем так, очагах и так далее. У меня та же самая история. И вот мой внутренний покой – это моя семья, это мои девочки. У Вогулі Национальный Мастацкий Музей Беларуси на гэтым тыдні презентуе аж три новые выставы. Гэты промеркованы до Старого Нового Года. Віншавальные гумористичные паштуки на латинской мове. Незвычайная грань творчасти, такого вядомого народного мастака Беларуси, як Орленка Шкуревич. Выстава промеркована до презентации книги майстра. Также открывается выставка акварели Сергея Писаренко. На мой взгляд, это виртуозный акварелист, который в классической технике добивается невероятных ребусов, загадок. То есть его картины настолько притягивают к себе, настолько таинственные, что действительно неудивительно, что работа и выставка называются «Туманные рассказы». Сэправды, акварель Сергея Писаренко интригует зыбкотая ничай атмосферой. «Туманы» и акварель – вельми близкие понятия. Гэты работы потребуют досконалага прочитания, выучения и погружения. Ну и, конечно, еще шесть действующих уже выставок, которые проходят у нас в музее. Это и слудские пояса, и выставка реставрации, выставка спасенные ценности, выставка Марии Николая Сайонка «Двое под одной крышей». Ну и, конечно, в данном случае, мне кажется, настолько вот это разнообразие и количество новых произведений, помимо постоянной экспозиции, мне кажется, это будет очень необычное и приятно увидеть. Творчость Якуба Колоса во Усходней Технице. Суместный китайско-белорусский проект у музея Якуба Колоса. Семейные портреты, картины на верше Якуба Колоса и китайская каллиграфия. Незвычайное прочитание творчей спадшины белорусского классика. У творчем дуэте с грудненской мастачкой Мареей Ильяшевич выступает и майстер китайской каллиграфии, сократар посольства Китайской Народной Республики у Беларуси Суньхун Джи. Ему належут усе метафоричные подписы на творах «Марыны», «Устыли», «Цхао Шу» — «Свободный рук руки». Этот проект посвящен 55-летию создания музея Мирального комплекса. Все картины очень выполнены на интересной технике китайской, традиционной. Это бамбоковая бумага, минеральные краски, китайская тоже. Я написала портреты Колоса. На стихи тоже написано очень много картины. И потрясающая каллиграфия господина-советника Суньхун Джи очень украсила проект. Марина Ильяшевич створила портретные в образы Якуба Колоса у розной периоды его життя. Адлюстровала у рысах твару, наткненность, волю, что было характерно для великого поэта. У нас в Китае такая традиция, тоже разные живописи. Надо одновременно и стихотворение, и какие-то мысли, какое хорошее желание там написано. И это считается целой работой. То есть без каллиграфа только чисто живописи не хватает. Шедеуры с усветной органной музыки можно послухать у Великой зале Белдяшфилармонии. А Мастацкая халерея Савицкого запрашает, як не дюна, на неаполитанские песни фламенко и танго. Приемно вам бавить час. Лариса Гулякевич, Александр Шестакович, агентство «Телиновин».